Всем привет, с вами был Тим. Добро пожаловать на канал и как вы думаете, что не умеет делать ваш айфон. В этом видео я расскажу о 10 вещах, которые по сей день айфон не умеет. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. И обои из видео в телеграме, ссылка на который в описании. Какой чехол вы используете на вашем айфон? Например, на своем 14 Pro Max я использую вот такой прозрачный чехол с магнитным кругом, к которому можно подключать различные аксессуары. Этот чехол от Ugreen и он просто отличного качества. Здесь в доступе все кнопки, они хорошо нажимаются и проблем с ними нет. Еще за все это время, что у меня этот чехол, а уже прошло 5 месяцев, как я его использую, он вообще не пожелтел и остается в отличном состоянии. Если вам нравятся мягкие чехлы, то Ugreen тоже такие есть. Они тоже отлично садятся на устройство и они отлично справятся с защитой вашего устройства, потому что у них усиленные края, есть защита камер и дисплей ни в коем случае не будет касаться поверхностей, на которые вы его кладете. Если вам нравятся строгие чехлы или каких-то определенных цветов, то такие тоже есть. Например, вот черный. Он из прорезиненного материала, его приятно держать в руках. Внутри он защищен особой тканью, которая не поцарапает ваше устройство. И точно так же, как и с другими вариантами, никаких проблем с доступом к кнопкам, в целом с качеством исполнения здесь абсолютно нет. Рассмотрите к покупке эти чехлы, потому что они стоят недорого и они защищают ваше устройство. Ссылки на них я оставлю в описании к видео. Вернемся к вещам, которые iPhone не умеет по сей день. И вообще за эту идею спасибо подписчику, который спросил в комментариях, а можно посмотреть историю вызова за прошлый месяц? Ответ очень прост. Нет, потому что iPhone показывает только 100 звонков, входящих и исходящих на ваше устройство. То есть если в день, например, вы делаете 50 вызовов, то за позавчера вы уже историю не посмотрите. То есть вы просто ленту промотаете до конца и увидите последнюю дату. И это далеко не прошлый месяц. Дальше вы не можете поставить видео на паузу во время съемки этого самого видео. То есть с Android пользователи закидывают это Apple уже давно, потому что на всех Android это есть. Вы снимаете видео, можете отдельной кнопкой поставить его на паузу и продолжить, когда будете готовы. Честно признаться, я не понимаю, зачем это нужно. Ведь если вы нажали кнопку снять видео, то вам его нужно снять как бы полностью. Зачем его ставить на паузу, а потом продолжать? Пишите ваше мнение в комментариях, нужна ли такая функция или нет. Но по сей день нет паузы в видео. Еще на айфонах по сей день невозможна запись вызова. То есть когда вы кому-то набрали или вам кто-то звонит, и вы не можете нажать на кнопку, чтобы начать запись вашего разговора. На андроидах это есть. Если у вас Android телефон, напишите в комментариях, как это работает. Это какая-то отдельная кнопка или отдельное приложение. На айфонах объясню, почему это невозможно. Потому что Apple очень заботится о конфиденциальности и безопасности своих клиентов. То есть, соответственно, они не добавляют эту кнопку, чтобы разговоры были конфиденциальны. Это очень дурацкая политика, я согласен. Потому что иногда это было бы полезно, когда вы говорите с каким-то человеком, чьи слова нужно запомнить. Приходится брать другое устройство, включать камеру и записывать вызов. То есть, с такой кнопкой для записи разговора было бы просто удобней. Еще iPhone не умеет приготовить завтрак. Еще iPhone не умеет ставить приложения из сторонних источников. То есть, у вас есть по сути один магазин приложений, это App Store. Или если вы разработчик и общаетесь как бы с разработчиками, вы можете ставить тестовые приложения, используя TestFlight. Но это как бы такой неофициальный способ, потому что это программы просто для разработки и тестирования. А по сути, официальный магазин только один. Говорят, что в следующей версии iOS, это будет 17-я система, появится возможность ставить приложения из сторонних магазинов. То есть, не только App Store будет, но и какие-то сторонние варианты. И то это обусловлено тем, что просто законодательство Евросоюза принудит Apple такое сделать. Но на данный момент это тоже невозможно. Некоторые Android-смартфоны вы можете использовать как флеш-накопитель. То есть, вы его подключаете к вашему компьютеру и видите, по сути, жесткий диск, на который вы можете скинуть какую-то информацию. С iPhone так не работает. Если подключить iPhone к компьютеру, то вы не можете его распознать именно как какой-то накопитель и скинуть туда какую-то информацию. То есть, такая дорогая флешка не получится. Есть сторонние приложения, есть облачные сервисы, но сам iPhone с этим не работает. А многим людям, которые таскают с собой большую информацию, им приходится таскать и дополнительные флешки. Но с iPhone это, согласитесь, удобнее было бы. Распознавание номера на спам или какие-то мошеннические вызовы тоже нормально не функционируют на iPhone. У меня, например, был оператор Vodafone. Если я зайду в настройки этого оператора, то там есть такая некая функция, которая позволит включить определитель номера и предупреждать о спам-звонках. Но это функция оператора. iPhone это не поддерживает и иногда не показывает какую-то информацию. То есть, вам могут звонить с одного и того же номера, один раз он распознается как спам, а второй раз просто как обычный телефонный вызов. Поэтому такие сервисы и приложения просто нормально не работают на iPhone и в самом телефоне, в самой iOS такого софта просто нет. Еще один популярный вопрос, почему вы делаете фотографию на iPhone, скидываете кому-то в мессенджер, а фотка скидывается с худшим качеством, то есть ужимается. И это не проблема социальных сетей или каких-то мессенджеров. Это проблема именно iPhone. Чтобы фотографии не ужимались, они должны быть в формате файла, то есть они просто в формате, по сути, картинки сохраняются в вашу медиатеку. Именно поэтому идет ужимание фотки, когда вы ее скидываете через мессенджер. Даже если вы скинете ее как документ, иногда в некоторых социальных сетях она скидывается не как файл, а как просто фотография, и все равно качество будет ужато. Для того, чтобы отправить фотографии максимально в хорошем разрешении, необходимо сначала эту фотографию сохранить как файл. Поэтому выбрав фотографию, нужно нажать на поделиться, сохранить файлы и уже оттуда отправить в какие-то социальные сети. В этом случае фото распознается в виде настоящей фотографии, снятой по сути на камеру, и не отправится с ужатием. Это немного дебильная инструкция, но тем не менее, вот так это работает на данный момент. В айфонах по сей день непонятно работает курсор. Объясню в чем дело. Например, вот перед нами есть текст, и вы заметили ошибку где-то в середине слова, то есть какая-то неправильная буква или символ там стоит. Если вы тапните в это место на экране, то у вас просто теперь переместится в конец или в начало этого слова. То есть чтобы добраться до середины слова, нужно или использовать тачбар, используя спейсбар, или соответственно, ну просто пальцем двигать по экрану. То есть это на данный момент не реализовано, как в тех же андроидах, когда в любое место в тексте вы можете тапнуть, и именно там появится курсор. В айфонах, конечно, удобнее использовать сразу тачбар, но согласитесь, интуитивно понятнее и быстрее было бы, если бы этот курсор появлялся именно в том месте, где вы тапнули. Точно такая же ситуация и в музыке. Особенно это актуально, если вы едете за рулем, примерно понимаете, где в песне момент, который вы хотите послушать, вы тапаете по нему, и ничего не происходит. На айфонах нужно зажимать этот ползунок и вести пальцем, перематывая саму песню. Это неудобно и неинтуитивно понятно, я не понимаю, почему не реализовано через тап и через то же удержание, чтобы разные люди использовали это по-разному. И последнее, это двойной экран. Когда на одном дисплее вы можете одновременно открыть две программы и использовать их одновременно, как это, например, реализовано в Маке или в тех же андроидах. На айфонах это невозможно, то есть тут экран большой, в кадре 14 Pro Max, большое устройство с большим экраном. И тут спокойно сверху поместилась бы одна программа, а снизу другая. Сценариев использования этого двойного экрана было бы много. Например, я использую почту и заметки одновременно и очень часто, потому что в заметках у меня некие скрипты, ну а в почте идет общение там по работе или по каким-то другим вопросам. И вот мне приходится делать вот такие движения, чтобы перемещаться между программами, что-то копировать в заметках и вставлять в почте. И так происходят скачки постоянно туда-сюда. Я бы открыл приложение Spark почтовое в одной части дисплея, а заметки в другой части. Это просто было бы быстрее и удобнее. Не понимаю, почему Apple по сей день это не сделала. Надеюсь, там где-то в 18-й хотя бы системе это появится, потому что про 17-ю вообще не говорят, что это будет добавлено. Но согласитесь, было бы удобно. Что же, ребят, вот такие функции до сих пор не реализованы в iOS и в iPhone. Пишите в комментариях, какие из них вы больше хотели бы увидеть и чего вам не хватает. Вы знаете, что Apple мониторит все социальные сети, мониторит YouTube на поиск каких-то интересных функций и запросов от пользователей, которые не хотят видеть в своих устройствах. На этом все. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх. Также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.